Добрый день всем любителям военно-морского флота! Вы находитесь на канале Викхолд или на канале под веселым Роджером. Продолжается восьмой сезон ранговых боев, в котором проходят бои на кораблях восьмого уровня. Осталось совсем немного времени до его завершения. Сегодня я вам хочу показать бой на крейсере Михаил Кутузов, крейсер проекта 68БИС, с которым, кстати, я никак не могу подружиться в рандоме. Но совершенно неожиданно мне этот корабль зашел в рангах. Ну и заодно мы немножко поболтаем о доступных крейсерах восьмого уровня, на которых можно участвовать в ранговых боев, ну и еще немножко о всяком-всяком. Итак, пройдя путь к высшей лиге, я столкнулся с тем, что уже непосредственно в самой высшей лиге, в то время в которое играю я, попадается очень большое количество кораблей класса крейсер. В основном это Чапаевы, Эдинбурги, ну немножко реже попадаются Кутузовы, или Кутузки, как я их так ласково называю. Я проходил практически все предыдущие лиги на эсминце Лоянх и немножко на линкоре премиум нам Кии японском. И получилось так, что вроде бы у меня все неплохо-неплохо шло, до тех пор, пока я не зашел в высшую лигу, и на мой взгляд, ну или по крайней мере с моим скиллом эсминцевода, стало совершенно невозможно влиять как-то на бой. Крейсера с РЛС, крейсера скорострельные, они просто не дают житья эсминцам, а в позднее ночное время, когда играю я, почему-то очень сильно исчезают из очереди линкоры, и появляется большое количество крейсеров. Причем нередко, когда в бою бывает 3-4 крейсера, иногда 5, ну и разбавлено немножко эсминцами. В таких условиях на эсминцах играть неинтересно, да и попадать на одном линкоре против 4-х крейсеров тоже не весело, потому что на линкоре все-таки нужно где-то и надавить, где-то получить урон, для того, чтобы этот урон не получили более легкие корабли в вашей команде. Ну а когда против вас 3 крейсера, а вы единственный корабль, единственный линкор в команде, естественно на вас сосредоточенный фокус, и как бы вы ни старались, сгораете вы очень и очень быстро. Поэтому немножко понаблюдал за боями, вылетев несчетное количество раз из высшей лиги, ну наверное я выпадал из нее, скажу честно, раз в 10 не меньше, может даже и больше. Причем самый успешный мой заход был, я дошел до 4-го ранга и 3-х звездочек, и ушел на 7-й ранг с 0-ем звездочек. Вот такая даже у меня была сессия, удачная. Поэтому я начал внимательно присматриваться, что делают другие игроки, что делают игроки, которые уже достаточно хорошо закрепились в высшей лиге. И пришел к выводу, что нужно отложить мой любимый линкор Киев. По крайней мере мне в ранговых боях этот линкор зашел очень и очень хорошо, но в рандоме я его еще не обкатывал, не знаю как там получится. В рандоме, кстати, может быть с ним и беда, потому что у нас в проекте восьмерки отданы на корм десяткам и девяткам. По крайней мере в ночное время вы регулярно на восьмерки попадаете в десятки, и на них играть просто совершенно невозможно. Ну я сейчас не об этом. Я решил попробовать крейсер. Ну и какие мы имеем доступные крейсера, на чем можно немножко понагибать. Кстати, вот та точка, которую я сейчас выбрал на Кутузове, она не очень удачная, потому что когда у вас упадут дымы, и если вдруг рядом окажется эсминец противника, вы засветитесь и будет очень и очень больно. Все-таки на Кутузове желательно выбирать такие точки для стрельбы после падения дымов, чтобы вы могли на какое-то время спрятаться. Или вдруг, если к вам тихонечко подкрался эсминец противника, или крейсер противника, который вы соответственно тоже не видите в дымах, и союзники его тоже могли не заметить. Чтобы вы имели возможность куда-то драпнуть, потому что Кутузка, хоть и корабль очень сильный, но если он попадает под огонь линкоров, а не дай бог под сосредоточенный фокус, лопается он практически мгновенно. Итак, на чем можно еще себя попробовать в рангах в классе крейсер, если вы еще не достигли успеха? А да, кстати, я забыл похвастаться, пару дней назад мне все-таки удалось вырвать первый ранг, и он получился, конечно, у меня исключительно трудовым из всех пяти сезонов, в которых я брал первый ранг. Ну, об этом я тоже расскажу чуть-чуть позже, если будет время. Давайте посмотрим на крейсера восьмого уровня, британский Эдинбург. Крейсер неоднозначный, мне, например, он не понравился, когда его проходил в рандоме, но у нас в сообществе, например, есть игроки, которые очень успешно играют, как я называю, на дымных крейсерах. У них высокие достаточно на них показатели, каких я не могу добиться, играя на них, но и, в общем-то, у ребят скилл достаточно хороший. Чем хороший Эдинбург или Эдди, как его называют? Крейсер имеет очень хороший инвиз, низкую заметность, достаточно скорострельные орудия, которые стреляют только бронебойками, но нормализация у них очень хорошая, и бронебойки очень и очень кусачие. Вот, кстати, сейчас вы видите ситуацию, ко мне кто-то подкрался в дымах и меня засветил, я обнаружен при стрельбе из дымов, значит, где-то рядом бегает у меня эсминец противника возле моих дымов, подошел он на расстояние 7-7,2 километра, и я засветился, приходится из таких дымов немедленно убегать, иначе сейчас мне навставляют, по самое не хочу. У Эдинбурга есть дымы, как у всех британских крейсеров, но здесь есть вариант. Некоторые игроки предпочитают вместо дымов брать РЛС, а вот, кстати, красавец, который меня засветил, Бенсон. И, на мой взгляд, по крайней мере, в тех боях, в которых мне встречались Эдинбурги с РЛС, они не оказали такого существенного влияния на исход боя, как эдики, которые ходят с дымами. Да, конечно, иметь РЛС и подсветить эсминец противника на точки всегда полезно, а еще и быстро отстрелять его тоже хорошо, но крейсер сам по себе легкий, очень слабо бронированный, и малейший засвет, и практически эдики рассыпаются моментально. Поэтому, на мой взгляд, все-таки игра комфортнее будет в рангах с дымами, но если вы очень агрессивно играете и уверены в себе, то можно брать РЛС и пытаться. Идем дальше. Германская пара «Хиппер Принсойген». Корабли практически идентичные, поскольку они являются однотипными. Оба могут вместо заградки нести немецкий гидропоезд, который достаточно дальнобойный, почти 6 километров. Но дело в том, что хорошая точность этих крейсеров совершенно нивелируется в ранговых боях. Боем на ближних дистанциях, где точность уже не так важна, а важнее, скорее всего, урон, наносимый в секунду по противникам или в минуту. Здесь они существенно отстают и от советских, и от британских крейсеров. Поэтому, скорее, брать эти корабли в ранги – это безвыходность, хотя Ойген – корабль премиумный, и если вы все-таки опытный крейсеровод, можно попробовать на нем поиграть, поставить обязательно гидропоиск, ну и заодно пофармить немножко серебришка. Но, на мой взгляд, все-таки эти корабли не очень подходят для ранговых боев, потому что, как я еще раз сказал, при ближнем бою, штыковой, у них все-таки немножко не хватает ДПМа. Дальше, наверное, хит этого сезона – это Чапаев. Крейсер имеет РЛС, достаточно дальнобойную, хотя она и не очень долгая, но ее можно еще с помощью специального модуля немножко увеличить по времени. И, в общем-то, все было бы неплохо. Скорострельное орудие, приличная дальность стрельбы, но крейсер очень хрупкий, дымов он не имеет. И, в основном, геймплей на нем заключается в том, что игроки прячутся под всевозможные укрытия, под скалы, и стараются стоять в тех точках, откуда они могут засветить бегающие по точкам эсминцы противника, и таким образом как-то помочь своей команде. Но, за исключением некоторых боев, как по мне, так это геймплей порочный, стояние на Чапаеве под скалой, потому что вы не оказываете никакой помощи своей команде. А крейсер очень скорострельный, крейсер хорошо поджигает линкоры, и здесь бы вы могли немножко подсобить своим кораблям в помощь, например, в борьбе с линкорами. Но вы стоите под скалой, никуда оттуда стрелять не можете, и по откату периодически даете РЛС, и, в общем, как я уже сказал, на мой взгляд, это геймплей порочный и бесполезный. На этом крейсере все-таки нужно подходить на момент РЛС к тем точкам, откуда вы можете кого-то подсветить, а на остальное время отходить и стараться, ну, по крайней мере, учитывая хрупкость корабля, с максимальной дистанции накидывать по кораблям противника, желательно по линкорам. Да, кстати, и артиллерийский огонь с Чапаева и по другим кораблям очень сильно раздражает, потому что корабль скорострельный, поджигает часто, и даже в перестрелках с Чапаевым на том же Кутузове, ну, как-то очень неприятно, когда по вам сыпется, и сыпется непрерывно. Конки Кутузова у меня почему-то не нашлось в клиенте в порту, наверное, очередной какой-то бах. Ну, Кутузов, корабль очень похожий по геймплею на Чапаева, имеет те же великолепные скорострельные орудия, но в отличие от него, у Кутузова нет РЛС, но есть дымы. Дымы достаточно хорошие, плюс самая большая дальность стрельбы среди крейсеров на уровне, и вот мы получаем прекрасного сжигателя линкоров из дымов на большой дистанции. На мой взгляд, на Кутузове ближе, чем на 10-12 километров кораблям противника вообще нельзя подходить, хотя за это вы будете постоянно отхватывать минусы, то от команды противников, то от сокомандников, которые слишком сильно поверили в себя, зарашили и оказались одними из первых в порту, или на дне в гостях у русалочки и Немо, ну и оттуда начинают вам давать умные советы, как же себя надо вести в бою. Кутузов кораблик хрупкий, это тоже легкий крейсер, проект схожий с Чапаевым, но совершенно другой, некоторые считают, что это по сути один и тот же корабль, да, он действительно базируется на одном, ну, даже неправильно сказать, не базируется, а ноги растут из одного и того же проекта легких крейсеров итальянского флота, но проект 68БИС очень сильно отличается от проекта 68К и длиной корабля, и шириной, и водоизмещением, ну и вообще по сути это получился совершенно другой корабль, почему-то номер проекта решили не менять. Поэтому геймплей на Кутузове, учитывая его хрупкость, нужно строить от дистанции, лезть вперед, ну в дальнем случае, вот как я сейчас делаю, нужно уже только тогда, когда вы абсолютно уверены в том, что команда противника будет сломлена, но как раз в данной ситуации я еще совсем в этом уверен не был, почему-то в тот момент я решил выдвинуться вперед. Поскольку Кутузов корабль очень опасный и очень сильно сжигает линкоры противника, фокус на него переключается при засвете мгновенно, поэтому еще раз говорю, дистанция это то, что в состоянии вытянуть бой и очень сильно помочь вашей команде в борьбе с линкорами противника. Вы их жгете, они тушатся, вы их снова жгете и практически не переставая вешаете пожары на эти большие корабли, в общем-то линкоры начинают бежать, потому что столько огня они выдержать не в состоянии, тем самым вы отгоняете крупные артиллерийские корабли от точек противника, легкие силы остаются без прикрытия и начинают быстро уничтожаться, и вот вы уже получаете преимущество и потихонечку двигаетесь к победе. Кутузов имеет торпеды, торпеды хорошие, 8-километровки, но скорее их можно тоже отнести к последнему шансу, ну или в данном случае вот такой ситуации, когда, как вы видите, то, что я говорю, Чапаев достоялся за скалой, я на него вышел, плюс его еще немного повредили, и вот, собственно говоря, вся польза от Чапаева в команде. Ну и Кутузов рассыпается абсолютно точно так же, если попадает под прицельный или сосредоточенный огонь с нескольких кораблей. В общем, корабль достаточно хороший, но нужны руки, и нужен, конечно, к нему холодный рассудок, потому что на вас кричать будет очень часто, минусики будете тоже получать на нем очень часто, потому что вы всегда находитесь практически всегда в тылу команды, довольно далеко от передовой, и вынуждены пользоваться своей большой дальностью стрельбы дымами. Дымов, кстати, если вы берете суперэтенданта, будет у вас всего три штуки, ну и вот уже когда вы дымы все сожгете, если еще есть за кем гоняться, можете немножко походить и постреливать. Уклонение от линкоров на Чапаеве и на Кутузове. Ни в коем случае не поворачиваться к ним полностью кормой, ну или, например, полностью носом. Всегда нужно идти таким средним ромбиком, ну я бы сказал, наверное, градусов 35-45, примерно вот так вот. Потому что по моим наблюдениям, только вы полностью поворачиваетесь носом или кормой, в вас немедленно влетает чудовищный урон. Почему так, я не могу объяснить. Корабль легко бронирован абсолютно со всех сторон, но вот именно в таких проекциях урон заходит с максимальной силой. Только вы становитесь под углом, и тут же линкоры вас уже, они тоже вас будут пробивать, но, по крайней мере, не так чудовищно. Вот, пожалуй, все, что можно сказать по этому кораблю. Как вы поняли, мне он зашел, ну вот, честно говоря, здесь меня раз, и решили тоже отправить на дно, чтобы я бой посмотрел немножко дальше. Продолжаем обзор крейсеров. New Orleans. Честно сказать, не представляю я, как на этом корабле играть в рангах, кроме того, что некоторые его берут ради РЛС, ну и, наверное, потому что прокачивают. РЛС у него не такая дальнобойная, как советская, она побольше работает по времени, и на некоторых картах тоже, поджимаясь под камушек, можно довольно долго просвечивать точку, не давать эсминцам противника заходить на точки, ну и тем самым способствовать, конечно, победе своей команды. Поджигает Орлик неплохо, но и сам по себе очень хрупкий, очень сильно получает и от линкоров, и только чуть подвернется, получает тут же и от крейсеров. Ну, в общем, корабль довольно неоднозначный, и тоже на нем ходить в рангах нужно иметь абсолютно-абсолютно железные нервы. В общем, я бы его не советовал брать, разве что только, ну, если у вас совершенно нет другого выхода. Переходим к японским кораблям. Ну, Магами. Несмотря на то, что это тяжелый крейсер, имеет на выбор два вида орудий, 155 скорострельные и стандартные 203 мм. Несколько раз я за ними наблюдал, и все, что эти корабли могут сделать в бою, это весь бой где-то, где-то ходить где-то там, но не почти на синей линии, но на пределе дальности своей стрельбы, или вообще не стрелять, хотя, кстати, у них очень хороший инвиз. И в финальной фазе боя, если вы выигрываете, подойти и помочь уже добить корабли противника, ну, и если вдруг команда проигрывает, вдруг у них просыпается смелость, желание крашу, влететь на точку, раздать линкору, попытаться его торпедировать, ну, в общем, такой вот геймплей был у тех Магами, которые мне встречались в бою. Можно, конечно, вначале тихонько подойти к точкам, откидаться торпедами с двух бортов, но, как правило, тут же происходит засвет, и линкоры уже ждут этого дела, и немедленно в вас летят бронебойки, и после этого как-то Магами себя чувствует совершенно-совершенно неуверенно. В общем, кораблик тоже хрупкий, играть в нанесение урона на нем можно, но дальность льбы у него не самая выдающаяся, поэтому для стойкого самурайского духа, стиснув зубы, и, как бы я тоже сказал, от безысходности. Как и Орлеан, я бы не советовал этот корабль брать в ранги, даже несмотря на то, что у него достаточно хорошие, дальноходные 10-километровые торпеды. Очень похожи по геймплею на него премиумный Атага, ну и вся линия Мурзила-Карпеджо, которая есть у многих, по крайней мере у тех игроков, которые играют очень давно в эту игру. Рассматриваем премиумный Атага. Первое, чем этот корабль хорош для рангов, он премиумный, и он неплохо фармит. Можно при достаточно уверенной стрельбе, при нормальном бою вывозить 1350 серебришка за бой, что будет вполне-вполне неплохо. Три боя, где-то так, плюс-минус четыре боя, получите миллион, ну, в общем-то, довольно нормально. Орудия практически такие же, как и на Магами, 203 миллиметра. Расположение немножко не совсем удобное, потому что третья башня должна все время проворачиваться через кормовое направление. Тем не менее, корабль тоже очень инвизный. Корабль имеет 10-километровые торпеды, очень часто в начале боя Атага вместе с эсминцами просто подходят к точке, чем очень сильно помогают своим эсминцам захватить точку, откидывают торпеды, спамят торпедами, и потом отходят, и с максимальной дистанции, периодически засвечиваясь, начинают настреливать по линкорам, что создает для линкора в очень дискомфортные условия, потому что поджигают японские снаряды очень и очень сильно. По самому-то Атага попасть тоже не всегда удается, потому что очень хорошая маневренность у корабля, и когда он крутится от вас кормой, в цитадель ему залетает довольно редко, чаще заходит немножко крупными большими цифрами белым уроном, но цитадель по маневрирующему Атага выбить не так и просто. Хотя очень много игроков, которые играют на таком же самом корабле арпеджо, и все-таки я посмотрел, скилл у них недостаточно высокий, ну, по крайней мере, у большинства, которые мне попадались, любят подставить борт, но и здесь, конечно, прилетает уже от линкора по полной программе. И остался у нас французский крейсер Шарен Мортель, корабль очень быстроходный, имеющий форсаж, отсюда и, соответственно, вытекает геймплей, да, кстати, он еще и достаточно дальнобойный, поэтому этот корабль тоже работает в основном в тылу своей команды, либо по флангам, настреливает оттуда урон по всем, до кого может дотянуться, но, как правило, это линкоры. Очень больно он кусается бронебойками, но в ближнем бою он все-таки проигрывает кутуз, потому что, опять-таки, не хватает скорости ДПМа и торпедные аппараты у него похуже. Поэтому, если вы выбираете Мартеля или прокачиваете себе его в ранговых боях, то все-таки, ваше основное назначение, на мой взгляд, это сжечь линкоры противника, потому что поджигает он хорошо, а попасть по идущему на форсаже Мартелю с линкоров довольно-довольно тяжело, тем более, если у вас стоят рули и вы еще постоянно маневрируете. Вот такие крейсера у нас есть в игре. Ну, собственно говоря, мои наблюдения подтверждают то, что делается практически постоянно в онлайне, а именно, в основном, находятся в бою крейсера Чапаев, Эдинбург и Кутузов. Остальные встречаются гораздо реже. Ну да, еще часто встречается Атага либо его арпеджио-клон. Остальные корабли, я имею в виду американские и немецкие, встречаются реже, потому что все-таки на них значительно тяжелее оказать влияние на ход боя, ну и что-нибудь такое еще в этом духе. Собственно, по самому Кутузову, если у вас этот корабль есть, потому что он сейчас выведен из продажи, присматривайтесь в бою, как играют другие игроки. Очень часто можно найти интересную точку, просто посмотрев, куда идут другие игроки, где располагаются линкоры противника, ну и, например, найти какой-нибудь бугорочек, островочек, из-за которого можно благодаря хорошей баллистике накидывать и даже не ставить свои дымы. Да, потом вас там подсветят, но тогда вы и поставите дымы, и ничего страшного. Смотрите за другими игроками, особенно если у вас очень тяжело идут ранги, особенно если вы не знаете, что делать, может быть, вы хотите сменить класс корабля, на каком-то у вас не идет, посмотрите внимательно, что они делают, понаблюдайте, может быть, вы что-то для себя извлечете, по крайней мере, так понаблюдав за другими игроками, я в высшей лиге перешел с эсминца и линкора на крейсер и закончил я тоже на крейсере. Последний бой у меня вообще выдался какой-то абсолютно гиперпобедный, честно говоря, я даже не ожидал, что получится так быстро. Хотя, при всем при том, вот этот ранговый сезон получился у меня самый тяжелый, я провел какое-то умопорочительное количество боев, 531, это очень и очень много, и столько боев я не наигрывал еще ни в одном сезоне, худший у меня был седьмой сезон 404 боя, и я считал, что это просто конец света, но в этом сезоне, честно говоря, я допустил одну ошибку, и когда я с этим делом сам себе разобрался, как-то у меня сразу в высшей лиге бои и пошли, а получилось все довольно просто. Для себя я сделал еще по предыдущим сезонам такой вывод, что, ну, где-то там, например, с 10 по 7 по 5 ранг желательно продвигаться по одному рангу в день. Там звездочек не так много, и, в принципе, если время позволяет, то вы можете провести какую-то сессию боев, берете ровно один ранг, и на этом можно остановиться. Я не знаю, как устроен балансировщик в этой игре, но у меня такое ощущение, что он, как вот карточные шулера, дает сначала вам небольшую затравочку, позволяет выиграть, после этого вас кидают в такие команды, в которых вы не только сливаете весь сегодняшний задел, который вы выиграли, но еще что-нибудь забирается у вас и из прошлых завоеванных звезд. Поэтому смотрите, как вы будете двигаться, если, например, ну, вы чувствуете, что один ранг вы не в состоянии взять за день. Попробуйте двигаться по пол ранга. То есть, вот вы зашли, сделали, скажем, три успешных каточки, ну, может, там несколько больше, но получили три звезды. Остановитесь, закрепитесь на этом уровне, завтра зайдите снова. Во-первых, вы не будете наигрывать лишние бои, вы не будете набивать лишние поражения себе, потому что после трех выигранных четырех боев, как правило, балансировщик вас начнет запускать в такие команды, в которых вы даже прочитав ники игроков, уже понимаете, что это поражение. И можно просто смело оставлять корабль прямо на респе, выходить из боя и идти на другом корабле в другой бой. По крайней мере, сам катая не только в этом сезоне, но и в предыдущих, и наблюдая за этим, я такое замечал уже далеко не первый раз. Яркий тому пример, зашел я на второй ранг, причем я на него зашел, взяв три звезды сначала на третьем ранге, зашел на второй, и еще взял две звезды на втором ранге. То есть пять звездочек сразу я взял сходу, пять подряд побед. Ну, думаю, наконец-то поперло. Вот сейчас-то я возьму сходу первый ранг. Что там-то осталось? Совсем ничего. После этого следует серия из 12 поражений подряд, в которых с огромным трудом удается сохранить звездочки. И заканчиваю я эту сессию, по-моему, с тремя звездочками всего, или с двумя на третьем ранге. Ну, естественно, подгоревшие нервы, все как положено. Бан чата, все по полной программе. Потом потихонечку я опять подкарабкался ко второму рангу за пару дней. Вот, и уже когда для меня сезон почти-почти вот-вот должен был закончиться, я чувствовал, что, ну, должны же пойти победы. Я наконец-то вспомнил эту свою аксиому с нескольких звездочек за день и перерыв. И сделал я все очень просто. Зашел на второй ранг. Остановился, то есть я взял три звезды за день. На следующий день я взял две звездочки. И после этого было еще пару поражений. И я решил, что хватит лучше пойти спать и иметь две звезды на втором ранге, чем пойти спать и иметь ни одной звезды на втором ранге. И в день, когда я брал первый ранг, ну, как-то я так вот проснулся абсолютно четко уверенный, что вот сегодня я, наверное, смогу. Мне осталось четыре звезды. И, в принципе, одна хорошая сессия должна была позволить взять четыре звездочки. Для себя, конечно, я решил, что если я возьму три звезды или две, и вдруг начнутся снова непобедные бои, то я остановлюсь до следующего дня. Но все-таки желание было взять именно в тот день. И так и получилось. Я зашел. Сразу две победы. Мне остается две звездочки до первого ранга. После этого два поражения. Именно в таких командах, в которых по никам игроков, как я уже сказал ранее, понимаешь, что здесь победы не будет ни в каком варианте. Ну и даже это видно по кланам. То есть, если в моей команде все кланы, которые, ну, не просто я не знаю, ну, просто никакие. А команда противника, все кланы из Лиги Тайфуна, ну, вы прекрасно понимаете, что такую команду будет очень тяжело победить. Ну и все. Две звездочки я взял. Две звездочки я также благополучно потерял, потому что, кроме того, я еще сам неудачно сыграл в тех боях. Ну и что? Сижу, думаю, что делать. Ладно, думаю. Перед ужином попробую еще, и будет видно. И получается следующая сессия, у меня не помню, по-моему, 4 боя, 4 или 5 победных боев подряд, уже забыл. Попадаешь в адекватные команды. Эсминцы играют абсолютно адекватно. Линкоры стреляют по эсминцам, стреляют по крейсерам, они занимаются пиу-пиу с друг с другом. Кстати, я еще хочу сказать, что для пиу-пиу по линкорам идеально подходит японский линкор Кии и Амаги. Они очень сильно закладывают белым уроном по бисмаркам и тирписам, которых очень и очень много в ранговых боях. И этим они, конечно, тоже их отгоняют от точек, отгоняют таким образом, не дают им использовать свое дальнобойное ПМК. И в этом плане, конечно, эти два линкора хорошо подходят для дальней стрельбы по линкорам, а не для того, чтобы помогать над точками. Потому что у Амаги бронирование слабенькое, поскольку это линейный крейсер. У Кии бронирование немножко лучше, потому что это линкор, созданный проектный линкор на основе проекта Амаги. У него бронирование посильнее, но все-таки не настолько мощное, чтобы перестреливаться на ближних дистанциях с линкорами, хотя и там они очень сильно могут. Плюс у Кии есть торпеды. Да, и получилась у меня такая достаточно удачная сессия. И, в общем-то, бой за первый ранг. Я в нем, честно говоря, перехитрил сам себя. Это был у меня финальный бой. Я снова пошел с респа в правую сторону. Но на этот раз я для себя решил, что не стоит стоять именно вот в той точке посредине карты. А единственный большой камушек, это нужно было максимально подойти ближе к команде противника. Ну и как там оказалось, мое нахождение именно возле этих камней очень сильно расстроило линкоры противника. Фактически они получились зажатыми между двух огней. Хотя со стороны нашей точки Б огонь по ним был достаточно сильный. Но и я по своей мере сил старался их терроризировать. Но вы понимаете, когда по вам постоянно летит, а вы на линкоре, а это раздражает очень сильно, начинаешь теряться, начинаешь совершать ошибки. Ну, в общем-то, бой начинает складываться неприятно, и в итоге ты не знаешь, что делать. Ну, в общем-то, вот так можно нагибать на Кутузове в ранговых боях. Мне он неожиданно в рангах, как я уже говорил, зашел. У меня на нем получилось взять первый ранг. Кто не взял еще первый ранг, желаю напрячь силы, собраться, успокоиться, перестать рвать нервы. И тихонечко, может быть, даже вот по моей тактике, по несколько звезд в день за оставшееся время дойти и добиться максимального успеха. Ну что ж, на сегодня у меня все. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на наши каналы Викхалт или на канал под веселым Роджером. До свидания, друзья. До новых встреч.